Вот в этом тесном лифте и произошел инцидент. Как ни удивительно, но жильцы 13-го дома о случившемся почти ничего не знают. Но мнения относительно работы лифта имеют, и далеко не всегда положительные. Часто лифт застревает в вашем доме? Ну, в общем, бывает, бывает. Периодически ломается, периодически свет перегорает, потом один-два дня. Бывает, застревает, но в принципе хорошо работает. В самом лифте связь с диспетчером не работает. Включается голос, который говорит, что для устранения проблем нужно звонить по указанному номеру. Поэтому, чтобы прояснить ситуацию, мы связались с диспетчерской службой. Периодически это везде такое происходит. Все-таки это механизм. Мы лагируем сразу быстро и механики, и лифтеры. Иногда бывает вине пассажиров. Иногда много людей садится. Сама пленница лифта, по словам главного врача скорой помощи Валерия Крылова, была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. А работники не от ложки к таким заточениям уже привыкли и не жалуются. Ну, 20 минут мы там посидели, значит. Были одни? Или с пациенткой? С пациенткой мы же, да. Ага, ну доставили ее, все нормально? Конечно, конечно. Данное происшествие обошлось без серьезных последствий. Но этот случай еще раз доказывает. Лифтовое хозяйство должно заслуживать пристального внимания. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.